Всем добрый вечер. Наша недельная голова Пинхас. Правда, мы с Пинхасом уже встречаемся на прошлой недельной голове. И мы сегодня поговорим об очень интересной вещи. Мы поговорим о понятии канаут. Понятие канаут, то есть ревнивость или ревнитель. Хорошо это, плохо. Посмотрим, что наша глава говорит, увидим на фоне других источников, что другие источники говорят, и попробуем разобраться с этой темой. Итак, по-настоящему я сказал, наша глава начинается на фоне конца прошлой главы, поэтому зачитаем кусок последней прошлой главы. И увидел это Пинхас. Помните, там произошло с дочерями Медьяны и так далее нехорошие вещи. То есть народ Израиля начал себя вести не очень хорошо, развратно, вплоть до того, что глава одного из колен взял одну из дочерей Медьяны и пошел прямо в стане. В этот момент происходит там, с народом Израиля происходит эпидемия, то есть из-за такого поведения. И мы читаем, что и увидел это Пинхас, сын Лазара, сын Аарона, священника, и встал на среды общины, и взял копье в руку свою, и вошел вслед за израильтянином в нишу, и поранзил обоих их израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратился мор, среди самого Израиля, и было умерших от мора 24 тысячи. Окей. То есть, в принципе, Пинхас, как мы сказали, видит, народ Израиля грешит, понимает, то есть вытекающий из этого греха и что это породит, и, скажем так, на взрыве ревности к Всевышнему, то есть Пинхас берет копье и убивает Зимри бен Салу, это мы уже в следующей главе увидим, и вместе с ним Казви Бацур, то есть, да, это мединянка, и таким образом прекращает эпидемию. Наша глава начинается со слов Всевышнего Моше, то есть, как Всевышний относится к этому действию, и что он за это дает. И сказал Господь Моше, говоря, Пинхас, сын Лазар, сын Аарона, священник, отвратил гнев мой от сынов Израиля, ступившись за меня среди них, и не истребил от сынов Израиля в ревности моей. То есть, да, он, то есть, хорошо ступил, хорошо и замечательно, он остановил гнев Всевышнего. Посему скажи, вот даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомствую после него заветом священничества вечного, за то, что он вступился за Бога своего и скупил сынов Израиля. Имя же убитого израильтяна, который убил, был медянитян, то есть, Зимри бен Салу, начальник Дова Чеводова и так далее, и так далее, и так далее. Окей? Что мы здесь видим? Мы видим, что как приз за действия Пинхаса он получает два союза. Брит Шалом, союз мира со Всевышним, и Брит Кунату Лам, то есть, и союз того, что он личным койном был. То есть, дело в том, что Лазар, нужно понимать, что произошло. Когда Аарона Коин получил койн, то сказано, что, то есть, и будут он койном, и его сыновья, и его, то есть, сыновья их после него. То есть, те сыновья, которые родятся у них, то есть, те сыновья, которые родятся у них, будут койнами, а те, которые уже родились койнами, не будут. Кто родился? Пинхас. Пинхас же был рожденным до дарования койнства Аарону, поэтому он как бы, он внук Аарона, но он не является священником. Он стал салевитом. Вот. И тут он получает то, что он становится священником. Более того, Раша объясняет, что если бы Пинхас не сделал то, что он сделал, своей ревностью, то есть, ревнителем Всевышнего, то есть, да, то он бы не получил священничество, то есть, у него бы не было кигуны. То есть, одно за другого зависело. Таким образом, что мы видим, очень положительно, то есть, от отношения к ревности, к этому проявлению ревности, к ревнительству, то, что в наше время называлось фанатизмом. Кстати, более того, мы видим продолжение, то есть, той же главы, а тем более, мы видим со слов наших мудрецов, что есть как бы возвеличение действий Пинхаса. То есть, да, они видят, то есть, действия Пинхаса, достойные действия, это Ора и наши мудрецы, действия, достойные подражания, что-то очень крутое. С другой стороны, по-настоящему, давайте посмотрим на сегодняшний реалий, в наше время, понятие канай, ревнитель, превращается в фанатика. То есть, в принципе, у него есть, скажем так, отрицательное, естественно, то есть, сегодня, говоря про человек канай, это человек ревнитель и так далее, это отрицательное качество мстителей Израиля, это канаим, которые были в университете храма. В любом случае, речь идет обычно о человеке, который, скажем так, не совсем обдумывается и действия, и их последствия, то есть, да, и действует, называется, весьма крайне, то есть, да, он доходит до крайности. И таким образом нам тяжело понять, почему Тора настолько, во-первых, принимает действия, которые построены на ревности человека, на ревности к Богу и так далее, то есть, что человек ревнитель. И более того, почему так возвеличивает эти действия? Дело в том, что наша вот эта проблема, она увеличивается, усиливается на фоне того, что мы видим, скажем так, в Торе по отношению к понятию канаут, то есть, к понятию ревнительства, так называемого, в других местах. Например, возьмем самое известное, мы рассказ про Дину и Шхема, то есть, да, у нас там, мы знаем, что вышла Дина, дочь Лея, то есть, да, и там книги перешит, и решила посмотреть, что происходит, и вдруг увидела Шхем сын Хамора и, скажем так, хевитянин, то есть хеви, и, скажем так, захотел ее, и изнасиловал ее, в принципе, и взял ее себе, и так далее, и так далее, и все, как там развивалось, то есть, потом разговоры, заключили союз, они сказали, что хотят взять жену, обрезание и так далее. Мы знаем, что поскольку они сделали обрезание, на третий день, это описывает нам, что на третий день, когда у них еще было больно, когда они были бездейственны, Шимон и Леви, братья Дины, взяли свои мечи и прошли по городу, и убили каждого, то есть, мужчину, то есть, не мужчину, а каждого, скажем так, любого мужского пола, то есть, коль захот, детей тоже, убили так же Шхема, и его папу убили, и так далее, забрали Дину, ну и разороили город. И когда Яков говорит этим сыновьям, то есть, да, что он говорит, он говорит, Он говорит, что вы сделали, дорогие товарищи, то есть, я сейчас просто больным переводом, то есть, на буквальном, вы меня, то есть, в принципе, вы довели меня, то есть, до позора, типа, среди кнанейцев и так далее, и я очень малолетний, они все теперь могут собраться и по мне ударят. Что отвечают братья? Здрасте. Мы, наша сестра, то есть, как распутница, что ли, то есть, да, мы ревностью наполнились ревнительством по отношению к тому, что сделал нашей сестрой, мы не готовы это терпеть, мы за это отомстим, мы это прекратим, то есть, в принципе, они делают твое действие как месть, шхему, который сам сделал эту проблему, жителям Шхема, которые промолчали и ничего не сделали, но, в принципе, ради того, чтобы спасти Дину и, как бы, не дать ей стать, то есть, скажем, какого-то блудницей в глазах других. Реакция Якова по этому поводу весьма яростная, скажем так. Более того, Якова не забыл это. Якова не забыл аж до дня своей смерти. То есть, перед смертью, когда он их благословляет, мы читаем, что Шимон Валеви, то есть, давайте, я вам открою сейчас книгу Бориши, в конце, в главе Байхи, я сейчас прочту, то есть, что он, когда он благословляет сыновей, что он говорит, смотрите. Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственны им, и в совет их да не войдут, душа моя, я с сонным их не единись, часть моя, ибо они во гневе свои убили мужей и по их боли подрезали жилы вола. То есть, он Юсефа им вспоминает. В любом случае, что мы видим, то есть, да, что дальше он говорит? Проклят гнев их, ибо силен, и ярость их, ибо тяжела, разделю их в Якове и рассею в Израиль. То есть, Яков, то есть, действия, то есть, Шимона и Леви, их канауки, их ревнительство и так далее, она, несмотря на все хорошие намерения, спасти Дино, отомстить за Дино и так далее, Яков это не принял. То есть, это в глазах его было плохо. Теперь, когда глава Пенхаса упадает до 17-го Томуза, мы читаем автору. Автору про Ильяву. И там тоже мы читаем про канауку. Тоже мы читаем про то, что Ильяву себя повел, скажем так, весьма ревнительно, то есть, ревность у него. И мы видим, о чем идет речь? То есть, давайте, скажем так, что является фоном нашей авторы. Народ Израиля преклоняется идолам, арминахаза и так далее. Яков устраивает чудо на горе Кармель с пророками Баала, так называемой. И они там пытаются принести жертву, чтобы Бог взял ее сам. То есть, молярица и так далее, ничего не происходит. Он делает, узнает рассказ, кладет жертву, огонь сходит, жирает и так далее. И, в принципе, таким образом возвращает народ Израиля к раскаянии. Они кричат, ашему и окин, то есть, Господь он Бог и так далее. После этого Илья убивает 400 пророков Баала, служителей Баала. И, в принципе, глава, то есть, я сейчас открою эту книгу Млахим, первая книга Млахим, девятнадцатая глава, то есть, начинается с того, что у Илья приходят наши автора в пещеру. И там, смотрите, давайте прочитаем, что происходит. Это начиная с девятого стиха, в девятнадцатой главе первой книги царей. И вошел он там в пещеру, ночевал в ней, и вот слово Господне было к нему, и сказал он ему, что тебе нужно здесь, Илья? И сказал он, весьма возревновал я, Господи, Циваоте, потому что оставили завет твой сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один, и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал, то есть, Господь, выйди из стальной горе перед Господом, и вот Господь проходит, и большой сильный ветер, кстати, это гора Синань, то, что где-то происходит, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушительные скалы перед Господом, не ветри Господь, после ветра землетрясение, не в землетрясение Господь. И после землетрясения огонь, не в огне Господь, и после огня голос тонкой тишины, кольт Мамадака. И было, когда услышал это Ильяву, покрыл он лицо свое плащом своим и вышел, стал у входа в пещеру, вот голос к нему и сказал, что тебе нужно здесь, Ильяву? И сказал он, весьма возревновал я о Господе Боге цового. То есть, он повторяет, то есть, что он возревновал. Потому что оставили завет в осенний заль, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один, но и души, и моей души искали они, чтобы отнять ее. Окей, Ильяву приходит ко Всевышнему с критикой к народу Израиля. Окей, Ильяву очень злится на народу Израиля, пока народ Израиля относится как свыше. И он, в принципе, определяет себя, Ильяву, что он последний преданный Всевышнему служителю. То есть, его народу Израиля, какого он предан Всевышнему? Больше никто. Всевышний не принимает слова Ильяву. Он выталкивает его, как называется, отправляется его к нагору. То есть, он выходит нагору. И там он не сдается. И снова продолжает Ильяву, высказывает свое веское фе по отношению к поведению народа Израиля. Причем повторяя, что он ревнитель. Что он ревнует так, как народ Израиля относится к всевышнему, то есть плохо. И мы видим, что Всевышний не очень, так скажем так, ценит это ревнительство Ильяву. Можем читать это дальше. Более того, читая дальше главы про Ильяву, мы узнаем, что это ревнительство его, вот этот подход Канаи стал, в принципе, и концом его карьеры. То есть, это стало причиной окончания его карьеры, когда Всевышний сказал, ему выбрать кого-то другого. И забрал его живым, потому что, дорогой, ты не можешь здесь, не можешь себя так вести с народом. Это нереально. То есть, что мы видим, что и здесь, и про Ильяву, то есть, Всевышний относится отрицательно к ревнительному подходу. Окей. Теперь, если мы смотрим на это, про Шамона Элеви, с Яковом про Ильяву, у нас наш вопрос становится еще серьезнее. Почему Пенхас получает такое хорошее отношение? Почему Пенхас, мало того, что его еще и возвеличивает? Вопрос, когда Тора принимает Канаут, то есть, ревнительство, и когда она его отрицает и считает о плохой вещь. Как это работает? Тем более, то, что мы говорим, еще более усиливается на фоне того, что говорит Медраж Раба на нашу главу Пенхас, который говорит по законам полагается плата, так говорит Медраж. То есть, еще намного можно. Давайте разберемся. Окей, вопрос понятен, мы подняли, подняли доказательства, теперь давайте разберемся. для того, чтобы нам надо ответить на этот вопрос, хорошо ответить, нам надо хорошо посмотреть в действия Пенхаса и особенно на грех, который он остановил. Есть Гмара, в трактате Санедрин, который разбирается по поводу человека, который имеет интимное отношение с нееврейкой. Буэль Арамит, так называемый, имеет интимное отношение с арамейкой. То есть, арамейка имеется в этом случае нееврейка. Там говорит Мишна, очень интересную фразу, Габуэль Арамит, Канаин Пугимба. Человек, который имеет интимное отношение с нееврейкой, его ревнители, то есть, ему наносят увечья. Увечья вместо убивают. Окей. Говорит Гмара, там это Мишна. Гмара говорит, Амара, Хизда, Габали, и Малех, Эммуримно. Человек, который приходит, задается вопрос. То есть, если он вдруг кого-то увидел с нееврейкой и так далее, может ли он, скажем так, в ревности своей к Всевышнему нанести наказание, он ревнитель. Сказано, Канаин Пугимба, то есть, да, ты с ревнителя, то есть, наносят, что кто-то делает. Говорит Равхизда, ему такую головку не говорят, ему не говорят, и делают. Давайте разберемся. Мишна нам говорит правило, по которому выходит так. Человек, который имеет интимное отношение с нееврейкой, его ревнители могут убить. Дальше гмора, целый лист гморы, то есть, я эту фразу вам сказал, целая страница гморы занимается этим вопросом, она разбирается этим законом, как он реализируется и так далее, и так далее. И в конце вот этот вывод гморы, который я вам процитировал, Равхизда, он немножко, скажем так, удивителен. В чем удивительность этого вывода? После того, то есть, удивительность Равхизда, она продолжает дальше. Гмора, Гмора говорит, что единственный, кто может это делать, это мудрецы Тор. То есть, эту ревность могут делать Тор. А не каждый человек, то есть, умеется в виду. Недалеко не каждый человек может быть ревнителем. То есть, простой человек и вообще, то есть, любой человек обыкновенный, то есть, некоторый большой Тор. Он не может стать и убить кого-то, то есть, по ревне ревности, сделать действие ревнителя, то есть, по отношению к силочкам. Интересная вещь, есть еще одна похожая вещь, с похожим законом, где Тора говорит, Гмора говорит, Алмуд говорит, что этот закон нельзя распространять и рассказывать, то есть, скажем так, всем. Он должен быть, скажем так, закон, который не рассказывает. То есть, он есть, но это не рассказывает друг другу. Галаха вейн муринка. То есть, Галаха он так не говорит. Это Гмора в тратате Шабах. Гмора говорит, там, гадбик, падбит, а ну, вейтирол, рэли, до то, кодым, шавили, да иисуф, скила. То есть, кто-то, есть печка, он прикрепил тесто для того, чтобы оно приготовилось. Это тесто приготовится в Шабах. И таким образом человек нарушит запрет Торы и ему будет скила. Говорит, Гагмора, то есть, закон говорит, что можно другому человеку снять это, то есть, до того, как этот хлеб выпечется, то есть, когда происходит запрет, он может вытащить Шабах, чтобы не дать ему допечься и не довести другого до запрета, который уже запрет Торы. То есть, получается, что Гмора говорит, Гмора говорит, что человек, она вообще занимается вопросом очень важным, может ли человек нарушать что-то для того, чтобы спасти другого от греха. Дело в том, что в Шаббат тесто, которое еще не допеклось, вытащить из печи, чтобы оно не допеклось до конца, это запрет мудрецов. С другой стороны, если тесто допечется, и тот, кто положил это тесто, он снаружи запрет тот. И этот вопрос, можно ли вытащить, то есть, может ли человек сделать, то есть, это право называется оно называется хта кидающий из кеха виха. То есть, согреши, чтобы твой ближний, то есть, называется, от этого выиграл, чтобы твой ближний не стал нарушить. И есть, естественно, которые, то есть, противоречат тому закону и так далее, но есть очень интересная вещь. То есть, получается, есть места, которые говорят, что нельзя делать, здесь говорится, что можно делать и так далее. Так вот, мудрецы первых поколений дают очень интересный ответ. Они говорят, то есть, скажем так, не только интересный, но и креативный. Они, по-стоящему, нет спора. То есть, по всем мнениям можно сказать, то есть, спасти человека, согрешив, но это запрещено, но это запрещено эту галаху рассказывать людям, рассказывать ее всем. Окей, что имеется в виду? Имеется в виду, что по галахе это можно, но людям запрещено это делать. То есть, галаха это разрешает, но людям этого делать нельзя. Окей? Теперь, давайте разберемся. Вот этот вот закон по поводу человека, который был с нееврейкой, и то, что его бьют на соревнования, и этот закон хата, то есть, согреши ради твоего пришнего, нас немножко вводит некоторое смятение. Смотрите, по-простому, если понимать, вообще, то есть, когда мы понимаем галаху, она не делит на разные статусы людей. Как бы галаха, закон, относятся ко всем одинаково. То есть, нет у нас избранных. То есть, у нас нету тех, кого галаха, то есть, если ты вот в таком статусе, то есть, ты такой, скажем так, в аристократии, мудрецов корот, то тебе галаха такая. А если ты нет, то у тебя галаха другая. То есть, да, вроде бы, по-простому пониманию. То есть, да, по идее, должны быть те же законы, те же правила, которые работают на всех, одинаково. Так обычно принято. Но, конечно, мы знаем, что есть понятие швим-поним-лютура. То есть, называется дифференциальная. Она относится ко всем, то есть, да, и нет такого, что есть дифференциальная галаха, которая, прошу прощения, галаха, она не дифференциальная. И нет такого понятия, то есть, да, дифференциальный подход галахи, когда есть галаха для особых, одаренных и так далее, немножко далековато от удаизма. Таким образом, что мы должны объяснить? Давайте обратим внимание, как это все объяснить? У нас здесь получается одно, у нас, мы видим в Торе другой подход, в Танахе другой подход, с пинхасом на все шикарно. Мы видим, что галаха говорит, что да, кана им пугимбо, то есть, да, ревнители могут убить человека, кто был с нееврейкой. Кстати, это грех, который у пинхаса, что человек был с нееврейкой, и за это он канай, он, то есть, ревнитель, и он убивает их, ему можно, это да, но это галаха не для всех, это галаха только для особенных, одаренных, давайте разберемся. Чтобы разобраться, нужно обратить внимание на некую очень интересную вещь. Нам нужно обратить на мотивы ревности и выступления ревнителя. Дело в том, что, обратим внимание, ревность Илья, что является мотивом для его ревности? Она на чем построена? Она построена на очень сильной и мощной ревности за Всевышнего. за Илья, то есть, то есть, к вода вивши башамаем, то есть, почет его отца на небесах, который, по мнению Илья, раздавлен и растоптан народом Израиля. Он не готов простить за это. Он не готов за это простить, то есть, он не готов мириться за ни с чем, что наносит той или иной мельчайший ущерб Всевышнему. И он ради этого готов, называется, сломать все. Вплоть до того, ну, не дай Бог, не дать кому-то пренебрегать Всевышнего. Это Илья. Напротив этого Шимон и Левил не совершенно другой мотив. Мотив Шимона и Левил, они работали на ревнимом защите, чести и почета Дины, их сестры. То есть, в принципе, они, то, что называется, действовали из-за Каводагабен, так называемый, почет сына, точнее, сына Мессивышнего, почет человека. Таким образом, ревность может проявляться в двух статях, в ступенях, в двух вещах, в двух направлениях, из-за двух мотивов. Или человек, который ревнует из-за ревности к Богу, то есть, называется, Авинушибашамай, то есть, отца, который на небесах, или то, что называется, Канаут Лехвудошалабен, то есть, когда это ревность по отношению к человеку. И если мы обратим внимание на Пенхаса, он, в отличие от них, у него есть не одно, тоже называется, не одно движение, не один мотив, почему-то делать, а два. То есть, оба мотива сразу. Он и ревнует к Всевышнему, и он же ревнует за благополучие народа Израиля, когда этот грех несет опасность народу Израиля. И грех несет осквернение Бога, вместе с этим он несет опасность народу Израиля смерти. По этой причине он ревнует двумя сейчас. С одной стороны, Пенхас что сделал? С одной стороны, Пенхас остановил осквернение имя Всевышнего, причем страшного, потому что, когда человек из Израиля, более того, не просто человек из Израиля, из народа Израиля, а глава колена имеет отношение с неевреем, внутри страны народа Израиля и так далее, то есть, это страшный удар по Всевышнему, по его, скажем так, уважению, отношению к нему. И это Пенхас не мог стерпеть и это видеть, с одной стороны, и он должен действовать. С другой стороны, Пенхас ни на секунду не закрывает глаза на боль и проблему народа Израиля, которые проявились как мы сказали. То есть, Пенхас своим действием ревнителя спасает народ от гнева Всевышнего и останавливает смерть, останавливает Магифа, то есть, останавливает эпидемию, которая прошла. И таким образом, только человек, который берет в расчет своей ревности, берет в расчет и почет небес, и вместе с этим слышит в опале стенания народа, так называемого сына, только он может действовать в ревности, только он может быть ревнителем. Дело в том, чтобы справиться с этой задачей, этот человек обязан одновременно прислушиваться и слышать две нужды. Это очень тяжело. Ильяу не справился, он не слышал стенания народа Израиля, нужду народа Израиля. Он только был с одной стороны. С Шимона Леви наоборот, из всего нравственного вещи, отношения между обещанием Якова и так далее, тоже как-то мимо пропустили. Пинха смог соединить две вещи вместе. Он смог две вещи вместе соединить, то есть, в принципе, таким образом он смог действовать по-настоящему продуманно. И в том, что далеко не каждый человек может продумать всю систему взвешивания, всю систему, которую нужно взвесить. И есть опасность, что, беря все за и все против, он склонится только в одну из сторон и не возьмет все это вместе, то, что называется, со всей диалептикой, которая в этом есть. Только человек, который может четко мыслить, четко разобрать ситуацию на базе сей, может получить исключение изголовки. То есть, таким образом, только человек, который может, скажем так, требовать, то есть, ледзок, заката, шаббат, шаббат, вместе с этим болеть за его ближнего, который нарушит шаббат, который попадет под наказание, он имеет право согрешить для того, чтобы спасти другого. Он может вытащить это. Только вот такой человек, не каждый это может сделать. Только тот, кто может страдать за скверение шаббата своего, он может и вместо этим, страдать за нарушение шаббата своим ближним, может это сделать. Человек, которым не так уж важно нарушение шаббата и так далее, делать этого не может. Потому что у него одна из систем ценностей не работает, отключена. То же самое и про действия по отношению к нееврейке. Почему только мудрецы, то есть канаим? Почему только им? С одной стороны это можно, этому нельзя. Почему это так работает? Это тоже построено на той же самой системе, что человек видит все за и против. Он и переживает за человека, он и переживает за Всевышнего. То есть в принципе человек, который может собрать и взять в расчет все релементные аспекты, которые есть, только он может действовать на кредит. Больше никто. И поэтому это должно быть, этот закон подходит только к человеку, который и то, то. Кстати, есть очень интересная вещь. Есть Меших Хохма как раз на нашу голову, который учит из слов Пенхаса очень важную интересную вещь. Он говорит сказано, то есть праведник ибо хорошо, ибо это сказано в 12 Ушайям, что он будет есть плоды своих действий. Что имеется ввиду? Меших Хохма говорит, что есть два вида праведника. Есть праведник, который сидит в Бейт-Медрашен, который все-все-все вкладывает в Тору, в служение Всевышнего и так далее, и он в принципе этот праведник не приносит никакой пользы окружающим. Ничем. Он весь погружен в Тору, он окружающим не приносит никакой пользы, поэтому его плата будет только в будущем мире. Он в этом мире плату не получает, он получит ее в будущем мире. Почему? Потому что в этом мире он не приносит пользы. Для этого мира. Он весь, вся его польза на духовном. С другой стороны, есть праведники, то есть другого вида, которые делают очень-очень много хорошего в этом мире. И они, как сказано, Макфетин, первое, они получают плоды в этом мире тоже. И это те праведники, которые получат плату в этом мире. Теперь. Проблема в том, что человек может работать как праведник первого вида, то есть только к Богу, или как праведник к второму виду. Только туда. Только к миру и так далее. И по-настоящему есть тут проблематик. Первый праведник, человек, который занимается только духовным и так далее, переживает только за Всевышнего, он может очень часто не замечать проблемы людей. И поэтому нужно по-настоящему таким быть. Нужно быть как первый праведник, то есть тот, который погружен в сторону и так далее, занимается духовным миром, но вместе с этим ни в коем случае не пренебрегать и не избегать быть вторым видом праведников. который полностью переживает за людей, помогает людям делать хорошие вещи в этом мире. в принципе это кстати, это то, что учил меня, учить на нашу тильму Рыба Робера вон витальзах и ковреха. Нужно быть в бейт-медраше, учиться Тору и так далее, но вместе с этим слышать плач ребенка. и он говорил рассказ про Балятанию, кстати, то есть Балятания был определенный момент, когда они были в одном доме, то есть Адмор Азакен, его сын Адмор Амции и его уже внук, который был ребенком, учился в одной комнате, его сын Адмор Амции учился в другом комнате, он еще не Адмор Амции, он потом будет Адмор Амции, и ребенок спал в третьей комнате. И он плакал, ребенок начал плакать, Адмор Азакен дедушка поднял глаза, посмотрел, что сын продолжает учиться, вообще ничего не будет. И он сидит, смотрит, тот не реагирует никак. То есть дедушка, Адмор Азакен встал, перестал плакать, поднимаясь, проходя мимо сына, он сказал, скажи мне, дорогой, почему ты не успокоил своего сына? Почему он плакал, почему ты не успокоил? Он сказал ему его сын, я не услышал, я не слышал. Сказал ему Адмор Азакен, очень это фраза, была мотором Амитаре. Тот, кто не слышит голос плачущего ребенка, что-то испорчено в его торе. Это точно случай. Пенхас мог быть только ревнителем, только потому, что он был из-за Бога и вместе с этим слышал голос плачущего ребенка. И он соединил эти две вещи. Таких людей очень мало. Мы должны стремиться к этому во всех наших вещах, быть с одной стороны людьми, которые им важны Всевышние, важна духовность и так далее, но вместе с тем мы не отрываемся от мира, от всего остального и тоже прислушаемся к тому, что плачут ребенка. Это то, что нас учит эта голова. Тоф, на этом мы сегодня закончим. Думаю, было важно и интересно. Я выключаю запись здесь. Кто-то слушал записи, хорошего. До новых встреч. .